Государственной архивной службе России исполняется 100 лет. 1 июня 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР. Знаменательную дату уже широко отмечают по всей стране – семинарами, мастер-классами, конференциями и фестивалям архивного кино. Юбилейную эстафету принял и Ненинский округ. В администрации региона состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали ветеранов архивного дела и специалистов данной организации. Нашей съемочной группе удалось не только пообщаться с главными хранителями истории, но и увидеть уникальные документы разных эпох. С подробностями – Любовь Пермякова. Семинар работников архивной службы начался с чествования ветеранов. В числе тех, кто отдал этому делу не один десяток своей жизни – Раиса Чуклина. Женщина начала свой трудовой путь с должности технического сотрудника, а затем работала директором. В данный момент трудится архивистом. Именно здесь, в здании окружной администрации, который раньше был Домом Советов, где и располагался архив, состоялась ее первая встреча с главным хранилищем Ненинского округа. Когда я пришла, первый раз в архив провел меня директор был Дерюгин Александр Никифорович. Очень хороший человек. Он провел меня по хранилищам. Очень были большие полки, по 12 полок, это вверх, неструганные доски. Все было закрыто у нас полотном, от нас, чтобы не так пыль была. А на шкафах все было написано «ШК» и «ШК». Я думала, школ-то сколько много, надо же. А это, кажется, шкафы были. Началась история архива 26 сентября 1936 года. Тогда в городе Наринмаре был образован Государственный архив Ненинского национального округа со штатной численностью всего два человека и восьмью фондами. Сейчас в архиве около 96 тысяч документов. Есть и большая научная библиотека. Ежегодно здесь работает более 50 историков. Постоянный посетитель отдела, известный в округе исследователь, кандидат исторических наук и главный научный сотрудник краеведческого музея Марина Калавангина. Часто приходится вам поработать здесь? Хотелось бы чаще, но достаточно часто. По крайней мере, каждая выставка в музее, как минимум. Но и отпуска нам для чего даны? Для того, чтобы сидеть в архиве. Точно говорю. Сейчас Марина Михайловна работает с архивными материалами, свидетельствующими о жизни детей округа в годы Великой Отечественной войны. Материал лег в основу выставки «Детство опаленной войной», которая открылась в Краеведческом музее. Очень интересный фонд 12 окружного отдела народного образования, в котором суммирована информация, скажем, о школах, о дошкольных учреждениях. Вот любопытнейший документ, который планирую использовать на выставке, а может быть где-то еще потом в публикациях. Количество трудодней, выработанных учащимися Великовисочной неполной средней школы за июль 1942 года. Это фамилия и имена деток с 1 по 6 класс и количество трудодней. То есть они помогают колхозам выполнять планы государственные. Такие архивные документы, по словам исследователей, словно окно в историю, через которое можно увидеть давно минувшие события. Например, узнать, как жили в довоенное время коренные жители Севера. Один из таких – протокол окружного совещания «Женщин-ненок», который состоялся в марте 1937 года. Его показала главный хранитель истории, начальник архивного отдела аппарата администрации НАУ Алена Корчева. Да, это был первый съезд, на котором женщины говорили о том, что они услышали о новом законе и хотели его слышать. Раньше они не имели возможности собираться в такие теплые, светлые дома. Они были забиты и грязны, жили в слепоте. Их считали за темных людей, возили в Москву, в Ленинград и показывали, как диковинку, как на выставках, как зверей их показывали. И они слышали раньше, что в Москве и в Ленинграде живет царь, и что о них, о немцах, он не заботился. И что они были затуманены, и также их затуманивали кулаки, шаманы и другие приезжие, спекулянты всяких наций. Это вот с их слов, да, вы читаете? Да, я читаю со слов седейской феоктисты. Как показало время, голос женщин ненецкого народа власти услышали. За 80 лет были приняты десятки законов и введены многочисленные льготы. Этот документ, по словам руководителя отдела, не просто исторический факт, а крик о помощи. И в таких фондах архива сотни. Есть такое письмецо, когда человек пишет, что он заявление в Красную Печору, в колхоз. Не желаю работать вас в колхозе в том, что вы не учитываете работу. Если 20 куч на кучи, то запишут 15 куч. Пять дней работала, не записана та работа. И в результате, да, вы мне не дали денег девочку учить. Еще одно обращение, но уже от учеников колхозно-совхозной школы было адресовано известному полярному исследователю, выдающемуся астроному, математику, геофизику, исследователю полярных широт Отто Юрьевича Шмидту. В далеком 36-м году, будучи начальником Главного управления Северного морского пути при Совете народных комиссаров СССР, он ответил на жалобы учеников, которых не устраивали условия подготовки в учебном заведении. А вы переверните, пожалуйста, тут Шмидта подпись. Да, вот и Шмидт. Желаю вам успеха в плодотворной работе по повышению своего культурного уровня во владении техникой производства. Есть в Госархиве картотека репрессированных в 30-е годы. Она облегчает работу по реабилитации граждан. Это особый фонд сломанных человеческих судеб, где на глазах сотрудников архива разворачиваются семейные драмы. Я прочитала, не называя фамилии, естественно, что тоже в 30-е годы отказался от отца сын. А я человек-то знаю. Чего он меня дернул пригласить? Не хотите ли вы, уважаемые, посмотрите документы? И я потом пожалела, что я человека пригласила. Я-то думала, что человек хочет знать историю, наверное, как любой другой человек. Он почитал, но ему было так плохо, что он почитал. Нет, его отец, не он. Он уже сам в возрасте, его отец. То есть отказался от деда, да? Потому что репрессии, потому что начались гонения. И вот такое прямо появление. Потому что если бы это касалось моей семьи, мне бы, наверное, для истории, для генеалогии было это интересно. Ну, как за сердце схватился или воды? Нет, он просто сидел тихо-тихо. Я знаю этот человек. Он как бы такой быстрый, хороший такой. А тут он сидит и думает. Работа архивиста психологически сложная, но интересная. И по словам сотрудников, тех, кто хоть однажды переступил порог хранилища истории, влюбляется в него навсегда. Поэтому и работают здесь люди не год и не два, а десятилетиями. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».